От мечты до олимпийской медали. Свои истории успеха сегодня поделились с жителями Карачаева-Черкесии самые титулованные чемпионки мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина и Мария Киселева. В нашу республику они приехали по приглашению российского общества «Знания». Встреча прошла на площадке Северокавказской государственной академии. На ней побывала и Мадина Каракетова. Их приезд анонсировался, их ждали с нетерпением и большим интересом. И вот они, легенды отечественного и мирового спорта. Светлана Ромашина и Мария Киселева. Эта встреча состоялась благодаря стараниям российского общества «Знания». Российское общество «Знания» нам дает такую возможность послушать об успехах таких личностей, которые приехали к нам, знаменитых личностях, можно сказать, легендах, вдохновиться их примером. Это проект проходит «Знания государства», который организовывает Российское общество «Знания». И на территории нашей республики очень много мероприятий проводится для всех ведомств республики. А сегодня вот такой форум мы решили организовать для жителей нашей республики, чтобы послушали и вдохновились примером таких людей. Знаменитых гостей приветствовал ректор Северокавказской государственной академии и бессменный руководитель регионального отделения Российского общества «Знаний» Руслан Качкаров. Сам в прошлом спортсмен, он восхитился достижениями этих двух хрупких девушек. Достижениями, которые в обозримом будущем вряд ли кто повторит. Светлана Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы. И, вероятно, единственный человек в мире, который может не дышать под водой целых пять минут. И Мария Киселева – трехкратная чемпионка олимпийских игр и мира, 9-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта. Приветствовал также многократных обладательниц олимпийского золота и первый заместитель руководителя администрации главы правительства Карачаева-Черкесии Марат Хубиев. Знаменитые гости ей рассказали, что в Карачаево-Черкесии они впервые, и их покорили горы и гостеприимство. Мне безумно нравятся и люди, и природа, которую мы сегодня встречаем, и те места, которые мы уже успели посетить. И дорога была прекрасна, несмотря на то, что я лично вчера добралась до гостиницы в 2.30 ночи, но все равно это не мешает тому, что я получила удовольствие и от самой дороги, и от сегодняшнего прекрасного, замечательного времяпрепровождения уже свое. Цель этой встречи – история успеха знаменитых спортсменок. И спрашивали их практически о каждом шаге и ощущении на спортивном поприще. Так обеих девушек в бассейн привели родители в надежде научить плавать. Ни одной, ни второй тренеры не сулили какого-то спортивного будущего. Но обе оказались весьма целеустремленными, трудолюбивыми, и итогом этой тяжелой на самом деле работы, в том числе и над собой, стало олимпийское золото и не одно. Когда ты впервые встаешь на пьедестал, играет гимн, поднимается наш российский триколор, то, конечно, это просто вот эти самые мурашки по телу, которые идут даже сейчас на самом деле. Потому что это непередаваемые эмоции, воспоминания, которые хранятся, наверное, только вот здесь. И вот достать их тяжело передать. У каждой из этих девушек свой путь к пьедесталу, и он был непростым. Были слезы, травмы и даже момент отчаяния. Самым сложным для Светланы Ромашиной были не бесконечные порой изнурительные тренировки, и даже не травмы, а разлука с семьей и возможность видеть свою дочь лишь раз в месяц. И после очередной золотоносной олимпиады она обещала маленькой дочке больше не уезжать. И это было завершением спортивной карьеры. Успех спортсмена не складывается по формуле «талантливый ребенок плюс талантливый тренер», констатировала Мария Киселева, отвечая на следующий вопрос. Скорее, эта формула выглядит так. «Талантливый тренер плюс трудолюбивый ребенок равно успех». И на вопрос, присуще ли им чувство страха, спортсменки были едины во мнении, что в спорте высоких достижений страх неприемлем, но волнение обязательно. «Чуть-чуть, но есть. И, знаете, бывает, было, наверное, пару таких моментов, когда ты выходишь на старт, ты понимаешь, что ты в каком-то слишком расслабленном состоянии и думаешь, что-то не то. Не хватает вот этого некого адреналина внутри, который вот в момент прыжка в воду, в момент того, как включается музыку, он должен вот немножко тебя окрылить, назовем это так. И, наверное, вот лично на моем опыте без адреналина тяжело». Еще один важный вопрос задали зрители. Как на воде не рассыпается идеальная прическа спортсменок? Ответ был самым неожиданным. Все дело в желатине, разбавленном кипятком. Да-да, в самом обычном пищевом. «Это такая масса получается. Мы делаем хвостики. Желатинем, прямо вот наносим желатин на эти волосы. Когда он высыхает, это получается вот такая корка блестящая. Можно потом подойти и гладить. Знаете, как вот… Глянцевая. Глянцевая, да, правильно. Желатин держится настолько долго, насколько ты готов с этим ходить». Но и о наболевшем санкциях, когда нашим спортсменам сейчас запрещают выступать под свой гимн и флагом. Соревнования типа игр «Брикс» — это не замена олимпийским играм, а другой формат, дающий российским спортсменам возможность держать руку на пульсе, показывать свои результаты на высшем уровне, иметь чувство конкуренции с командами из разных стран, прокомментировала Мария Киселева. «Полностью во всем согласен с Марией. И вот эти соревнования, игры «Брикс», игры «Дружбы» — это старты, которые нужны не только взрослым спортсменам, которые на них выступают, эти старты, которые нужны детям. Да, они там не выступают. В синхронном плавании великие. И они смотрят на взрослых своих коллег, они смотрят на сборную команду России. Они видят, что у них дальше есть возможность тренироваться, выступать, заряжаться, заряжаться энергией. И именно для этого также нам нужны эти старты». Марию Киселеву просили рассказать и о другой профессии — журналистской. Ведь многим она запомнилась, как ведущая самой бескомпромиссной телевизионной игры «Слабое звено». Знаменитец рассказала о задействованности в спортивном проекте на одном из телеканалов. Ну и полюбившийся проект «Слабое звено» также скоро будет продолжен. «Журналистика — это профессия по диплому, это мое хобби и моя любовь», — заключила Мария Киселева. «Когда вы будете заниматься тем делом, которое вы любите, в которое вы полностью погружены, в котором вы захотите развиваться, ни одно утром в вашей жизни не начнется со слов, что бы придумать, чтобы не пойти на работу. И тогда вы никогда в жизни не почувствуете себя самым слабым звеном». Мадина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.